У нас в 1994 году канонизировали Феодосия Кавказского, поместно, это вот митрополит Гедеон. А, как известно, комиссия по канонизации, митрополит Ювеналий, не признали его. И вот после этого у нас как бы с благословения нашего архиепиского эсидора, допустим, идут ему акафисты. И вот какой-то вот разброд. Одни признают его святым, другие нет. То есть в одних церквях висят иконы Феодосия, а в другие, наоборот, говорят, что это еретик. И много книг на эту тему пишут. То есть люди спорят и такой вот важный вопрос. Ну вот понимаете, мы вот об этом и говорили. Что люди начинают спорить, драться, друг друга обвинять и так далее. Существует определенный порядок. Есть у нас чин канонизации местной. И владыка Гедеон благословил это почитание как местное чтимое святого. Значит, во всех церквах вашей епархии вполне можно и молиться этому угоднику, и писать иконы и так далее. Все, что архиерей благословил. Потому что он глава по местной церкви. Никто ему, священный сенот, не запрещал этого делать. Общероссийская канонизация, это как комиссия богословская. То есть комиссия по канонизации решит. Там со всех сторон посмотрели, сочли это преждевременно. И, собственно, что тут особенного. У нас огромное количество святых, российских, никто не знает. Ни в Болгарии, ни в Сербии. Просто не в курсе дела. И ничего. Они эти святые, как поместные нашей русской православной церкви. И это не противоречит священному писанию, потому что там сказано, что звезда от звезды в славе разница. Одна слава солнцу, другая слава луне. Преподобный Серафим Саровский почитаем не только православным миром, но и католическим. Я, посещая страны Западной Европы, очень много видел изображений и в домах, и в церквах преподобного Серафима. А преподобного Сергия они не знают. Так что вот. И что ж тут такого? Из-за чего драться-то? Совершенно не из-за чего. Если человек хочет читать Акафис, ну пусть он читает. Если человек не хочет читать Акафис, ну пусть не читает. Вот, собственно, и все. Но в пределах епархии же архиерей решает этот вопрос. За пределами епархии комиссия. Все очень просто. Тут нет предметов для спора. Продолжение следует...